Вы почему-то больше внимания уделяете нашему президенту, чем, например, канцлеру Германии. Что именно в речи Макрона за дело русских? Он первый из европейских лидеров, кто прямо поднял вопрос о отправке солдат в Украину. Но для нас это заявление очень беспокоящее, потому что это приближает нас к Третьей мировой войне. Это вы говорите о Третьей мировой, не французы? Да, конечно, но это вы хотите отправить солдат в Одессу, русский город. Вы, французы, провоцируете на эскалацию, потому что после 300-400 убитых французов ваш президент будет в ловушке. Ему нужно будет или бросать в топку еще, или забирать остатки. Вы говорите, что Одесса русская, а правительство говорит, что Донбасс русский, да и большая часть Украины русская. Исторически никто и не спорит об общей культуре между этими землями и Россией. Это не общая культура, это одна и та же культура, потому что это один народ. Я был в Украине как журналист, и я встречал много украинцев, и все они говорили мне, что хотят быть подальше от России, сохранять независимость, оставаться украинцами, а не становиться русскими. Вы слышали такие речи? Тех, кто говорит, оставьте нас в покое. Мы 30 лет ждали, пока эти украинцы прекратят делать глупости против 20 миллионов русских, что жили в Украине. Они запрещали их язык, образование на русском, запрещали общую историю. Украина – это моя страна, мой прадед был мэром Киева, это моя страна. И я не хочу, чтобы моя страна стала нацистской, как сегодня. И я не хочу, чтобы моя страна говорила на другом языке. И чтобы она стала базой НАТО с ракетами против моей страны. И чтобы моя страна, Украина, была под диктатурой западных стран, и тем более НАТО. Украина никогда не будет иметь тех же границ, что и до войны. Точка. Не будет существовать так же никогда. Для нас это вопрос существования. И мы не оставимся, не отведем солдат. И мы больше не верим в договоры с Европой, да и с американцами тоже. Мы обезопасим себя ровно настолько, насколько решит Владимир Путин, президент нашей страны. И когда скажут «хватит», будет конференция, как в Хельсинге или Ялте, по безопасности в Европе. Все просто. Президент Фрации отказывается от такого развития событий. Да нам плевать на его мнение. Вам плевать на то, что он говорит? Именно. А когда он говорит, что для него нет красных линий? Да плевать нам на его линии. Наплевать нам на Макрона, на все, что он говорит. Мы всех убьем. Но Франция также ядерная держава? Конечно, с двумя сотнями ракет. Мы убьем всех французских солдат, вступивших на украинскую землю. Всех. Потому что на сегодня, с начала конфликта, 13 тысяч наемников в Украине, из них 367 французов, и 147 из них уже мертвы. 147 граждан Франции уже мертвы в Украине. И мы всех убьем. Не сомневайтесь. Вот такое интервью. Да, есть о чем побеспокоиться. Будьте за счет. Теперь у нас dolphins. США.